Сегодня Чувашия отмечает День Республики. По сути, торжества проходят в каждом районе региона, но лишь один муниципалитет по традиции становится главной площадкой праздника. В этом году почетное право заслужил Комсомольский район. Сегодня здесь открывали важные социальные объекты, а для зрителей на главной площади районного центра устроили большой концерт. Праздничное утро началось с торжественного открытия фельдшерско-акушерского пункта в поселке Киров. Его заложили год назад. И все это время все с нетерпением ждали, когда начнется прием. В новом ФАПе смогут лечиться жители двух деревень, а это более 300 человек. Из них шестеро дети до года. Мы очень довольны, прям так хорошо. Здорово. Да, вся деревня рада, прям всем рада. Спасибо. У нас душа все равно молодая. Там и старые, но душа молодая. Радуемся, где чего делают, где открывают, где работают. Этим радуемся. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, власти республики обещали открыть 100 новых медицинских пунктов и слово держат. В Комсомольском районе это второй ФАП по счету, а к концу года будет уже 4. Мы делаем это с одной единственной целью, чтобы селяне, когда нужно пройти определенные процедуры по разным болезням, вовремя, в шаговой доступности могли получить эти качественные услуги в сфере здравоохранения. И депутаты Государственного совета отслеживают, как правительство выполняет данные свои обещания. И по сути дела, по графику, мы в эти годы строили и построим в 100 населенных пунктах Чувашской республики такие фельдшко-акушерские пункты. Там и горячая вода, там и тепло, температурный режим соблюдается. И те ФАПы, которые были на куриных ножках, где и сквозняк, зимнее время холодно, на уровне там 10-15 градусов, таких практически уже не будет. Наша задача, чтобы их было, конечно, больше, может быть, даже более мобильными, потому что отдаленные деревни все равно пешком ходить, конечно же, тяжело. И фельдшеру ходить тяжело, и жителям ходить, потому что в основном же это пожилое население, поэтому пожилому населению нужны еще выездные формы. Поэтому здесь вот и скорая помощь, чтобы они ездили, все-таки могли ездить. Так что, но ФАПы все равно себя оправдывают. Есть ФАП, есть медицинская помощь, есть желание жить, особенно даже пожилому населению на селе. Ну и появляется молодежь, молодежи тоже тогда нужно. В Кировском фельдшерско-акушерском пункте просторно и удобно, как пациентам, так и сотрудникам. В новом ФАПе все имеется, такие условия, которые даже мы не могли мечтать. Мы очень рады. Все оборудование есть, имеется холодильник, оборудование для специализации, шкафы, ну все оборудование есть. Фельдшерско-акушерский пункт – ключевое звено в системе доврачебной помощи. Его сотрудники не только помогают больному в экстренном случае, но и патронируют детей и беременных женщин, проводят диспансеризацию ветеранов. Фельдшер может определить, нужна ли пациенту консультация врача и как срочно. Кстати, сейчас завершается строительство ФАПов в четырех районах Чувашии, и еще 15 откроются в августе.